Расследование дела о покушении на жизнь экс-директора Запорожского аэропорта Евгения Каргальского набирает новые обороты. На днях правоохранителями был задержан его бывший коллега Вадим Тиховский. И хотя никаких обвинений по этому поводу ему не было предъявлено, повод волноваться по словам родных задержанного у них есть. Вадим Тиховский В 4 часа утра, я не спала, и в 4 часа утра мне последовал звонок. Я взяла трубку, мне представили, что это звонит дежурный из Жавтневого РОВД. И сообщили о том, что мой муж задержан Жавтневым РОВД за мелкое хулиганство. Причем это было сказано в такой хамской форме, я уточнила, за какое мелкое хулиганство. Мне очень хамски ответили за мелкое и больше ничего положили трубку. По словам жены Тиховского, ее муж лично решил пойти на допрос, чтобы помочь следствию. Наталья говорит, чувствовал, что тучи сгущаются. Якобы он явился в здании РОВД около 20 часов. И в кабинете начал все крушить, разбрасывать стулья, угрожать сотрудникам милиции в нетрезвом виде. В 19.20 он доставлен на наркологию, где ясно написано в заключении врача, что он трезвый. После этого его доставляют в Жавтневый райдел. Когда к РОВД подъехала скорая помощь, Наталья говорит, сразу поняла, что с мужем что-то случилось. Его вывели в наручниках из Жавтневого в РОВД. У меня был просто шок от того состояния, в котором я его увидела. Это было опухшее лицо, опухший язык. Он еле-еле вообще ворочался, язык как вываливался. Я и хотел, чтобы я присутствовал при каких бы то ни было его опросах, в том числе по делу Каргальского. Мне о том, что его опрашивают или допрашивают господина Тиховского, никто ни о чем не сообщал. В пятой больнице госпитализировать Тиховского, по словам его жены, адвокаты отказались. Но дали направление в четвертую городскую клинику. Жену к Тиховскому не пустили и в больнице. События вы видите на экране. Кадры сняты на любительскую камеру в больнице. В кабинете следствия, ученив из лесного непокора працанника милиции, ображав, погроживав физической расправой. Громадинное было затримано в заходе физического вплива, что до него не вживалось. Начали спрашивать его, тебя били? Он кивает головой. Электрошок применяли? Кивает головой. Больше всего родных волнует то, что Тиховский якобы подписал бумаги, в которых признается в причастности к организации покушения на жизнь Каргальского. Тиховский на коляске этой накаталки, провезенный по больнице. И куча комментариев. Убили, избили, заставили, вынудили. Сегодня в прокуратуре отмечают, никаких официальных обвинений Вадиму Тиховскому не предъявлено. Возможно, будет назначена медицинская экспертиза на предмет незаконного метода дознания, отмечает адвокат Тиховского. В прокуратуре тем временем пока что еще шутят. Оказался в больнице, вот я вас всех увидел, разволновался, я сейчас померяю давление, у меня будет 160 на 100. Попаду я в больницу? Попаду. И скажу, после брифинга оказался в больнице. Что дальше будем делать, ребята? А вот с этим мы будем разбираться. А если я в микрофон ударюсь? Чем закончится расследование и почему Тиховского допрашивали о покушении в то время, как он был задержан за хулиганство, пока что не ясно. Тем временем, по информации друзей семьи Тиховского, сегодня в его квартире при осмотре были найдены патроны 16-го калибра. Сейчас Каргальский, покушение на жизнь которого расследуется, находится в стабильно тяжелом состоянии в 5-й городской больнице.